Всем привет, друзья! Меня зовут Карина, здесь я говорю о парфюмерии, и я рада вас видеть в своем новом видео. Сегодня я хочу показать, что я выбрала на сайте Ориенталь на осенний период. Это два аромата, сегодня никаких слепых покупок. Один аромат мне очень советовали вы, мои зрители. Я его пробовала, получается, после ваших советов несколько месяцев назад. Очень мне понравился, я себе сделала заметочку, что хочу его на осень. А второй аромат, это тот парфюм, который я на протяжении, наверное, года трех, как я с ним познакомилась, я его периодически обновляю в свой гардероб, обычно к такому холодно-осеннему периоду, даже ближе к зиме. Красивый парфюм, но для меня чисто сезонный. И чтобы не было слишком скучно вам только про два аромата рассказывать, я еще принесла несколько красивых любимчиков своих, которые могут поконкурировать с моими новинками. Но прежде немножко информации по поводу интернет-магазина. На сайте Ориенталь оригинальная парфюмерия, здесь можно не переживать. Там действует накопительная система скидок. Плюс вы можете суммировать промокод, который я оставляю на 7% на покупки от 5000 рублей. Также там есть возможность оплачивать свои заказы долями. При покупке вам предлагается также на выбор какой-нибудь пробник. И я выбирала мема, он мне не понравился, к сожалению. Для меня это больше мужской аромат, причем с такой отталкивающей какой-то копченой, дымной, даже не копченой, а горелой ноткой. Вроде бы за этой горелостью чувствуется что-то природное лесное, но в общем не срослось, я даже не захотела его разнашивать. И он у меня отправился, я просто сфотографировала, чтобы вам сюда его вставить. А так он отправился дальше знакомиться с другими людьми. Итак, начну я, друзья, с аромата, который вы мне очень советовали. И это Byreda 1996. Так интересно, что если вы откроете, не знаю, лет 5 назад мое видео, где я рассказывала бренды и ароматы, которые я не понимаю, которые я никогда не куплю, мои парфюмерные нет, среди них есть бренд Byreda. Вы знаете, где-то года полтора назад я, наверное, начала проникаться к этим ароматам. Опять же, да, мне не все там нравится, но я стала находить там такие красивые работы. Поэтому бренд Byreda сейчас для меня по-новому открывается. И каждый раз, когда я бываю в магазине, я подхожу к этому стенду и высматриваю, что я там еще не попробовала. Итак, 1996. Аромат для меня чисто осень во флаконе. Чистый. У них секс ровно посередине, без наклона в мужскую или женскую. Вот прям ровненько посередине. И это аромат, который раньше немножко по-другому выглядел. У него здесь была фотография ребенка с накрашенными губами. Я вставлю вам, как это раньше выглядело. И внизу были имена фотографов. Это семейная голландская пара знаменитых фотографов, которые работали с Dior, с Lady Gaga. И, в общем, бренд Byreda вдохновился их вот этой фотографией и сделал этот аромат. Забегая вперед, скажу, что я вообще не поняла, в чем связь этой фотографии. Да, вроде бы как там они пытались логически объяснить. Но у меня вообще этот аромат не вяжется с этим фото. Вот прям полный диссонанс. Мы снимаем чехольчик, открываем коробочку. И вот он, флакон 100 миллилитров. И сразу, как только я достаю, на меня обрушиваются потрясающие пачули. Так, я принесла салфеточки, чтобы на них брызгать. Поэтому сразу хочу сказать, если вы не любитель, не фанат пачули, приходите мимо. Здесь пачули самая основная для меня главная нота. И такая вот прям истинно осенняя вариация пачули, когда они с бальзамичными тонами. Когда они дают эффект пожухлых уже таких листьев опавших, коричневых. Притоптанных на мокрой дорожке в перемешку с землей. Вот что-то здесь есть такое. Также здесь много уюта, камина, дровишек потрескивающих. Здесь есть кожаные переплеты. И они немножечко припыленные за счет ирисы и фиалки, которые тут в пирамидке у нас. Если честно, то это такой клишированный для меня аромат осени. Ну вот прям шаблонная картинка из АСМР-видео, созданным нейросетью. Когда, знаете, может быть вы, если фанат АСМР-формата, видели такие ролики. Там 4 часа дождь за окном, релакс-видео, АСМР-релакс 4 часа, звуки дождя, что-то в этом роде. И нейросеть создает картинку. Какая-то библиотека домашняя, кресло-качалка, плед, который связала бабуля. На ней лежит котик пушистый и мурчит все видео. Потрескивает камин обязательно, да, такой приглушенный свет, приятные коричневые тона. И за окном, конечно же, осень, дует ветер и льет дождь. Ну и какой же аромат сможет в моем шкафу конкурировать с этим Боредо? Конечно же, это страница 29 от Франчески Деллера. Здесь, в принципе, само название говорит за себя. Снова книжные переплеты, снова они немного припыленные, снова активные, очень яркие почули. Совершенно, 100% осенние, бальзамичные, с эффектом вот этих листьев, перемешку с сырой землей, что-то такое. Но здесь больше сладости. Здесь я слышу лакричник, здесь я слышу шоколадность и даже какую-то коньячность, алкогольность. Но, что самое интересное, здесь не заявлен никакой коньяк. По-моему, здесь тоже, на самом деле, этого вроде бы как нет в пирамиде. Но, когда я читала описание этого аромата в разных источниках, на каких-то сайтах упоминалось, что здесь есть оттенки коньяка. Ну, видимо, какие-то ноты маскируются под коньяк. И да, здесь очень много общего. И самое главное, здесь общий, как сейчас говорят, осенний 100% вайп. В свое время, кстати, я его тоже приобрела по вашим советам и снимала ролик о том, что это настоящий шедевр во флаконе. После этого аромата я влюбилась в бренд Francesca Delora. У меня уже несколько флаконов и несколько хотелок на покупку тоже. Поэтому, вот прям искренне моя рекомендация, если у вас есть это, попробуйте это. Если у вас есть это, попробуйте это. Это очень-очень красиво. И они, ой, невзаимозаменяемые. Они разные, но кружатся возле одной и той же темы. Стойкость, яркость, игра, нот. Все у Francesca на высшем уровне. И третий аромат на тему таких осенних красивых пачуль. Опять же, с кожаными, да, вкраплениями, где кожа тонкая, как будто это обложка какой-то дорогой Библии. Это моя новиночка, которая тоже ждет. Я уже про этот аромат снимала видео, но тоже это тот парфюм, который ждет осени. И это Куир Селестия от Экс Ниила. Мега удачная моя слепая покупка, на которую я просто наткнулась, когда увидела, что это работа Квентина Биша. Снова, опять, да, пачульный аромат. Пачули здесь очень яркие, поэтому не любители. Опять же, проходим мимо. Но здесь они более свежие, в отличие от двух предыдущих. И они горьковатые. Прям с такой горчинкой, как пачули в Рейдент Мираж, например, горчат. Вот здесь тоже они горчат. Плюс тонкая кожа, нет пыльности. То есть тут у нас пыльные странички присутствуют. Здесь пыльности нет, но есть, опять же, эффект пожухлых осенних листьев. И, конечно же, тут потрясающий черный чай, который очень хорошо слышно в раскрытии. Этот аромат тоже произвел на меня самое яркое впечатление. Я вам его хвалила, рекомендовала. И вот в очередной раз хочу еще раз вам показать этих трех красавчиков. Второй парфюм, который я выбрала на Оренталь, это BDK парфюм. Моя тоже одна из любимых нишевых марок. Познакомилась я с этим брендом, ну, уже, наверное, четыре, если не больше, года назад. Много всего пробовала у них. К сожалению, сильно выросли ценники. То есть, если ароматы раньше я покупала в пределах 7-8-9 тысяч рублей, сейчас они 15-17, а новинки так вообще по 20 тысяч. Но, к чему я это говорю? Вот именно табачная роза каким-то невероятным почему-то образом до сих пор держится цена 8-10 тысяч. Причем я уже давно вот его планировала обновить. И каждый раз я вот смотрю, цена держится. То есть, я его купила, товарную версию, да, в пределах, по-моему, 8-9 тысяч рублей. Здесь у нас написано «Пирамидка». И каждый раз, когда я об этом парфюме рассказывала вам, я всегда недоумевала, почему его назвали табак-роза. Я даже пыталась как-то найти какую-то историю, да, как вот, например, из Байреда. Но особо ничего интересного про этот аромат не написано, никаких особых вдохновений. Вроде бы он как пытались его сделать про розу, но это удивительно, потому что для меня это вообще аромат не про розу и не про табак. То есть, здесь гораздо ярче, я слышу совершенно другие ноты. Ну, давайте, кроме все ароматы, имеют вот такой вот формат коробок. Очень красивые у них флаконы, особенно лазурная линейка, просто потрясающе выглядит. Раньше крышечки у них были другого цвета, такие под бронзу. Сейчас они заменили крышки, сделали вот такие золотые. И табачная роза, это очень мягкий, сладкий аромат. Лабданум здесь смешивается с шоколадом, но шоколад здесь, друзья, он не плитка, он не расплавленный, он в виде пудры. И получается, что вот эта консистенция шоколадной вуали, шоколадной пудры, она смешивается с этой смолистостью лабданума, и получается такой шоколадный как бы ладан. И это все украшается еще красивущей сливой. И когда этот парфюм я ношу в мороз, я часто вам говорила, что мороз всегда вытягивает из аромата сливу, вишню, какие-то ежевики, малины. Это всегда поднимается в композиции, прямо на поверхности, становится более сочным и ярким. Также и с этим ароматом слива превращается в более сочную, более яркую ноту, и даже приобретает оттенки ликерности. Очень красивый, мягкий аромат, в котором как бы я ни пыталась услышать розу, может быть даже и к счастью, потому что зачем она мне здесь нужна. И уж тем более табака, который добавляет брутальности, да, часто в аромат, который щекотит в носу, дает шероховатости, чуть-чуть грубости. Здесь этого вообще нет. Вообще, у меня есть много разных табачных ароматов, но здесь никакого табака я вычленить совершенно не могу. Что из моего шкафа может составить конкуренцию этому аромату? Конечно же, это Айрин Ивнинг Роуз Дор, который я практически всегда ношу с ним поочередно, в мороз обожаю тоже этот аромат. И здесь версия, именно обращаю ваше внимание, Дор, она отличается от обычной версии Ивнинг Роуз, потому что сюда добавили кожи, сюда добавили как раз-таки Ладана. Здесь еще очень красивая у нас, по-моему, ежевика. И, в принципе, я не скажу, что эти ароматы прям похожи, клоны ни в коем случае, но у них похожая сборка, у них похожая концепция этой сборки, потому что тут сладость, тут сладость, тут есть кислинка, здесь есть кислинка, тут слива, тут ежевика, не помню, личи тут есть или нет, возможно, тоже есть. Тут ладан, тут лабданум, и то есть получается вот примерно такое же сладкое, вкусное зелье, которое играет на морозе с оттенками ягодного ликера, сливого ликера, ягодного ликера. Но это не единственный конкурент, у меня есть еще один шикарный аромат, который я хочу очень вам порекомендовать и посоветовать. И познакомилась я с ним благодаря вот такому набору House of Siaj. И это аромат, который не хочу коверкать, но как только я его попробовала, сразу записала в хотелку. Очень хочу флакон этого аромата и еще несколько ароматов отсюда очень хочется положить на свою полочку. Про этот набор я, кстати, снимала отдельное видео, если что, можете найти на канале. И вот этот парфюм, он стартует тоже приблизительно как Iron Evening Rose Door, вот этим сладостным вареньем из лепестков роз, куда добавили еще ягодного ликера. Здесь у нас малина. И это очень вкусно, это безумно женственно. Кстати, аромат невероятно стойкий. Он пахнет как вечерний аромат, такой нарядный на выход, я бы даже сказала сексуальный аромат для свиданий. Для каких-то особых случаев это идеальный вариант. И он играющий, меняющийся. Да, он в старте, мне прям сильно напоминает Evening Rose Door, но раскрывается он, как вот эта красота. Тоже моя любимая осенняя красота, которую тоже, кстати, приобретала на сайте Оренталь, есть обзор. И это Bloody Wood Liquid Imaginaris, про малиновое вино, про вишенку. Также здесь есть у нас вишенка такая алкогольная, но не такая, которая в Lost Cherry, совершенно здесь другая история. И здесь я еще слышу оттенок восковых свечей и ощущение облупившегося лакового покрытия на деревянных скамейках в церкви. Я когда рассказывала о нем, я говорила, что вроде бы здесь нет ладана, каких-то таких, да, там миры, смол, вроде бы этого нет. Но для меня это запах причастия, это запах вот этой крови Христа, и ты сидишь на этой скамейке, ковыряешь вот этот лак, который там где-то вздулся. И вот эти свечи плавятся вокруг, вот что-то такое для меня есть в этом аромате. Он для меня очень таинственный и какой-то камерный, и какое-то таинство в нем как будто есть. Есть очень-очень красивый, и вот этот парфюм для меня раскрывается, похоже на Блади Вуд. В общем, все эти ароматы, которые сегодня фигурировали, это будут мои главные такие фавориты на осень. Я обожаю осень, это мое самое любимое время года, и мне кажется, что осенних ароматов в моем шкафу намного-намного больше, чем зимних, там, летних, весенних. Так что, я думаю, будет много разных роликов по разным категориям мы будем проходить с вами, и я надеюсь, вам будет интересно. Спасибо огромное за внимание, если знаете эти ароматы, пишите, что вы о них думаете. Может быть, вы мне сможете еще что-то от себя посоветовать, что прекрасно бы дополнила эту подборочку. Ну а с вами была Карина, увидимся в следующих роликах, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok